35 лет творческой биографии. Лучшие работы за этот период художник-график и давний друг Щелковского историко-краеведческого музея Марина Лазарева представила на персональной выставке в его стенах. В 1979 году Марина окончила Московскую школу художественных ремесел по специальности ювелир. Живет и работает в Лосино-Петровском. Член Союза художников России и отделения Московский эстамп Московского союза художников. Награждена золотой медалью Союза художников России. Медалью Московского союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства. В 2020 году за серию гравюр «Крымский альбом. Возвращение» Марина Лазарева награждена дипломом Российской академии художеств. Эта выставка действительно по-своему уникальна. И работа заслуживает не только уважения и внимания, но и, конечно же, такую работу хотят приобрести, мне кажется, к себе домой для вдохновения, для красоты каждой. Мецотинта или черная манера – техника, в которой Марина Лазарева работает давно. Это разновидность тоновой гравюры на металле, в которой изображение создается не линиями и штрихами, как во форте, а плавными тональными переходами. Техника черной манеры стала близка Марине Лазаревой своей мягкостью, живописностью. Художница также работает сухой иглой и в жанре рисовой гравюры. Ее работы высоко ценят и простые зрители, и специалисты. На открытие приехала коллекционер из Москвы Елизавета Романова. У меня в коллекции есть черногорский альбом. Это щедрый подарок Марине. Какие-то гравюры я приобретала, какие-то мне дарили. Так что у меня достаточно количества работ Марины Лазаревой есть. И я очень этому рада. Как много, значит, выставки. Может быть, у кого-то тоже какое-то зерно в душе шевельнется. Но что касается учеников, у меня нет учеников. Мастер-классы я люблю, потому что я очень люблю свое дело. Я очень люблю рассказывать историю гравюры. Вот 10 лет назад я начала осваивать еще новую технику, резцовую гравюру. На мой взгляд, это намного сложнее, чем мецетинта. Просто это еще меньшая единица этим занимается в мире. Но это очень интересно. Художница подарила Щелковскому историко-краеведческому музею одну из своих работ. Она называется «Свеча и чертополох» и была вырезана на металле в 1988 году. Выставка Марины Лазаревой будет работать в музее до 28 марта. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.